привет друзья с вами вами я продолжаю проходить dark souls 2 в кин анти чемпионов и прошлый раз я убил и прошел во-первых пристань во-вторых я убил старого драконоборца арнштейна и теперь у меня есть 25 тысяч душ я хотел себе купить более человеческий ватник почему бы и нет почему бы не бегать в ватники все прохождение ну не знаю насчет всего прохождения возможно возможно я потом сменю броню на что не более тяжелое но потом сейчас у меня это естественно не хватает стамина но в общем этот парень как его зовут молин он начинает продавать разные более крутой хлам когда вы него потратить какое-то количество денег конкретно после 1000 начинает продавать броню элитного рыцаря и по-моему до этого он не продавал броню какую именно из этих он продавал изначально кожаную броню стартую для воина и что-то еще возможно рыцарскую не уверен в общем у него расширеется ассортимент теперь если 16 тысяч на него суммарно потратить он начнет продавать там броню альвы и прочую ересь на это потом пока что мне нужно от него только ватник кстати альвы и плачет мучает альвы и я К сожалению, некоторые из них никогда не вернутся, но я пытаюсь не подумать об этом. Ты видел этого воориора, который поднял эту гигантную зеленую шару? Я не эксперт, но это кажется, что он хорошим специменом. Монстровая вещь имеет отличный дизайн, совсем не так, чем находящий в Волгане. Если ты должен поговорить с ним, ты бы спросил ему, если он не продал его? Я должен взять еще один взгляд, но я уверен, что я могу дать достаточно цену. Я считаю, что я вернусь в мою землю, но я решил, чтобы остаться дольше. Я начал превратиться в хорошую зарплату, и я не могу дать, чтобы отдохнуть. Но я считаю, что я начал... Ну, окей. Ну, в общем, парень с синим мечом — это, естественно, Бенхарт, с которым я, по-моему, еще не говорил в этом прохождении. Но Моулин определенно не эксперт, потому что меч у Бенхарта не очень хороший и не настоящий. Хотя он вроде бы довольно неплохой, если его нормально заточить. Так. Во-первых, мне надо было уже вот это вот сжечь. Во-вторых, я хотел посмотреть, если у меня титанит какой-нибудь разный. Вдруг у меня хватит, чтобы еще плюс один на мечу сделать? Вряд ли, но... А, да, естественно, не хватит ничего. Ну ладно. Тогда просто на уровне все. Новый уровень. И... Стамина. Хотя стоп. Немножко адаптируемости тоже стоит. Да, так, наверное... Наверное, так лучше. Куска эстуса у меня нет. Куска эстуса у меня нет. Окей. Ну, и теперь... Постелья. С какой стороны я ее хочу проходить? Наверное... С этой? Нет особой разницы, на самом деле. Хотя, если я прохожу ее с этой стороны, я пропущу какую-то там душу одну или что-то подобное. Но я потом смогу забрать. Зайдя с другой стороны. Окей, забытая крепость. На самом деле тюрьма. Забытая тюрьма. Но... Пофиг. Какая разница. И тут сидит еще один рыцарь Хейда. И с ним можно сделать то же самое. То есть сагрить его вот так вот, потом спокойно подойти сзади и... Не сделать бэкстаб, потому что я криворукий. А если есть чем его блочить, то у него есть такая атака, когда он прыгает. Вот это. И после нее его очень легко обойти и... Забэкстабить, если ее нормально блочить. Не... Не огромным мечом. А нормальным щитом. Но у меня такой фигни нету. Да. У меня такой фигни, по крайней мере, нет, которую я мог бы эквипнуть. Так что придется... Убивать его... Воле человеческими способами, наверное. Не люблю копейщиков. Всех видов. Совсем не люблю копейщиков. Ну, что поделать. Я хотел его забэкстабить с самого начала, но почему-то у меня этого не получилось. Но опять же, если есть щит, то он очень легко убивается, потому что просто... Ждать этой вот его атаки, когда он прыгает. То есть два... Два горизонтальных удара плюс прыжок. И потом спокойно его можно бэкстабить. Черт. Ну, слишком быстрая атака. Я не успеваю после... После своей атаки, которая его станет, я не успеваю никуда деться. Он в любом случае по мне попадает. Черт. Почему я его не заблочил и не увернулся нормально? Ладно. Надо все-таки его ударить, чтобы он встал и потом забэкстабить. Или взять щит. И надо ватник сменить. Раз уж я купил. Менее рваный ватник. Столько же весит. Больше всех дефенсов. Ничего интересного в описании. Ладно. Лучше всего этот удар делать, когда лук в руках. Потому что тогда я... Если... Если у меня не получается сделать этот удар правильно. То есть, который... Гвардбрейк. То я просто беру лук в две руки. Вместо того, чтобы ударить его обычной... Обычной атакой. Но у меня нет. У меня есть... Есть лук. Так что, наверное, можно было бы. Но... Пофиг. Итак. Копье Ахейда. Копье выкованное в Ахейде. Особый сплав делает его очень прочным. Состав этого сплава... Вся фигня. То же самое описание, что и Ахейда. Тут мини-секретка. С человеческой фигуркой и душой. И теперь вот это вот все. Возможно, стоило сначала вот это вот все убить. И потом в мини-секретку лезть. Привет, собака. Пока, собака. Черт, этот парень согрелся. Если он не согрелся, то на него можно спрыгнуть. Это граб. Это мертвый чувак. Сойдет. Тут, естественно, какой-то лут бесполезный. Красивый череп. Ну... Относительно полезный. И тут намного более полезный лут. Тут лежит... Кусок эстуса. И большой осколок титанита. Один из трех нужных мне. Еще один тоже на этой локации есть. Возможно, третий тоже. Не уверен на 100%. А, да. Третий точно есть. Окей. Вообще, с этой стороны бастилию проходить неправильно. С другой стороны удобнее и проще. Но для разнообразия. Какие же дамаговые собаки? Какое же все дамаговое? С этой стороны неправильно проходить. Потому что вот этот вот чувак наверху с бочкой. Если с этой стороны идти, то он ее пинает. И она уезжает в стену и взрывается. А бочкой это полезно. Ау. Ну ладно. С бочкой потом разберусь. Градссорт классный. Он длинный. Им можно убивать врагов издалека. Внизу дверь это естественно шорткат. Ее можно будет потом открыть и отсюда спрыгивать. Это не так неудобно, как кажется. Ну, мы оба промазали. Я не против. Стоп, у меня есть кольцо. О, нет. У меня нет кольца на повышенный поезд дамаг. Странно. Ну ладно. Что поделать. И тут наверху второй осколок титанита, нужный мне. Ну, большой осколок. Мелкие мне уже не особенно нужны. Я думала, что это может быть ты. Ты не изменил немного, да? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Миро. 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 Это было тяжело, но я никогда не дала вторую думать. Я был быстрый успех на боевом, и быстро достигнула респективную статуру. И тогда я... И тогда я пришла сюда... ...другой... Вы слышали о неожиданных? Эти плохие души, которые уничтожены от церкви. Нет, я не слышал. И неожиданно уничтожает его человечество, до того, что его души полностью уничтожены. В конце концов, он превращается в холло и проживает на других. И один холло никогда не может быть человеком снова. Один может скрыть этот ужасный дождь только с помощью души, которые находятся здесь. Учитывая, конечно же, что легенды настоящие. Я только надеюсь... ...что они... Я извиняюсь... ...чтобы уничтожить тебя, вы говорите о моем уничтожении. Я думаю, что сейчас я повернусь в эти дни. Почему у игроков такой же фигни нет? Что там пол лица... ...пол им становится или там еще что-нибудь подобное. В общем, вот эта дверь не открыть с этой стороны, потому что за ней стоят бочки. Бочки можно отсюда взорвать. Их также можно вроде бы взорвать вот так вот. Нет. Видимо, нет. Но у меня должны быть огненные бомбы. Упс. Немножко мимо. Снова немножко мимо. Да, что такое? Так? Нет. Огненные бомбы у меня маловато. Но у меня вроде бы огненные стрелы были. Где мой бинокль? Вот мой бинокль. А, из бинокля нельзя тебе дать бомбы. Вот. Так. Секунду. Окей. Теперь можно дверь открыть. И сразу же бежит этот чувак. Окей. Я не против. Ау. Как-то он по мне не попал. Странно даже. Они дропают свои мачете. Я бы не отказался от одного. Но они довольно редко их дропают. И теперь этот кусок. Этот кусок тоже с другой стороны проще проходится. Потому что тут можно было бы на всех этих собак скинуть бочку и взорвать их таким образом. Лок, почему ты это делаешь? Я залучил этого парня, пока поднимался по лестнице. Как только я до конца поднялся, лок перескочил на собаку внизу. Какого черта? В общем, можно что-то вроде этого сделать. Если бы я правильнее скинул бочку, то она бы взорвала еще и вот здесь вот все. Но я могу сделать так. Это тоже вариант. И здесь лежит старинный ключ и кольцо с серебряным змеем. Кольцо дает мне больше душ. Сребряное кольцо с изображением змеи, одновременные сауди и воплощение богожелания Зиндера. Традиционно жадность считается грехом, но лишь трус боится любой тени. И ключ. Какой из них? Вот этот, наверное. Старинный ключ, который, тем не менее, еще в хорошем состоянии и должен работать. Вот только какой замок он открывает. Да, определенно этот. Сейчас я хочу использовать кость, чтобы варкнуться назад и телепортироваться на другой костер. Потому что все-таки с этого костра начинать было бы правильнее. Потому что иначе я не могу открыть Маграфа. Я не могу подобрать там еще один предмет. Так что туда, удаленная башня. Здесь вот лежит что-то. Большой осколок титанит. Окей, теперь я могу проапгрейдить свой меч. Но также здесь есть удобное место, потому что можно взять лук, на который у меня не хватает статов, но это не должно быть проблемой. Можно взять огненные стрелы, которые у меня там часть из леса гигантов, часть не знаю откуда. И отсюда можно попасть по огненным бочкам, вот там вот, по взрывающимся бочкам. И взорвать немножко врагов. Да блин. Вот. Четверых. И там теперь будет меньше проблем. Тут теперь тоже будет меньше проблем. Окей. Возможно, стоило бы вернуться, в принципе, со следующего костра, может быть, если я смогу его открыть по-человечески. Потому что это не всегда происходит. Вернуться и проапгрейдить меч можно было бы, в общем. Хотя плюс один не так сильно решает. То есть разница между плюс пять и плюс шесть. Окей. Собака. У, собака дропнула что-то, душа безымянного солдата. Они иногда очень редко дропают человечность. Ну, человеческие фигурки. Но очень редко. Окей. Теперь вот того вот чувака лучше отсюда сагрить дальним боем. Потому что иначе он может, во-первых, пнуть эту бочку, которая там рядом с ним. Или он может ее ударом случайно сломать. Если его издалека сагрить, то он просто подходит сначала и потом начинает атаковать. Или можно самостоятельно ее случайно сломать. А бочка нужна. Да. Если ее вот так вот по левому краю покатить, то она очень часто просто взрывается сразу же. Если нет, то она просто останавливается в конце. Что тоже неплохо. Неплохо. Окей. Ладно. Я зря я мываю в гем, потому что здесь костер есть. И здесь также есть вот эта вот хреновина, которую нужно зажечь. Ну не нужно. Ну это за следующим образом. connotâне все должно быть получается это легко. Фуууух. Угу. Мы о halves Ada, чтобы сын. о�� в оторв... ом ел вон, хочу 不用 в оторвот. ну пока что с ними ничего сделать нельзя зато можно забрать все из его сундуков тяжелые болты пригодятся у меня кончаются железные стрелы не пригодятся осколок титанита 5 штук ну полезно и большой осколок титанита 2 штуки это уже не нужно у меня уже есть 3 теперь если я отдохну поскольку я зажег ему там факел он туда переедет и я смогу залутать тот сундук на котором он сидел молот мастера мерцающий титанит вот он похож на обычный молот но при этом невероятно крепок говорят он принадлежал знаменитому в былые времена к внецу какое было описание у молота андра потому что я его никогда в руках не держал ладно неважно сделай мой меч круче чувак да плюс 6 и дальше нужно 6 кусков больших осколков или чего-то небольших осколков или в общем следующих по размеру я не помню как она в русской версии там только что было написано но я просто не обратил внимание и потом нужно будет один слаб который у меня есть окей снова все это убивать конечно придется какие живучие собаки оу и блин то что я взрывал то что я взрывал там чуваков огненными стрелами это сейчас ничего не даст потому что они среспаунились в общем если если их взрывать то дальше будет чуть полегче но я наверное не буду возвращаться туда и снова их взрывать сраный лог не перескать вина собаку возможно даже проще будет наоборот оттуда прийти взорвать действительно чуваков и меньше проблем если я прихожу с той стороны в принципе потому что не агрится 15 собак и этот страж или кто он там мумия в общем одного хватило если не перекатиться если тут остаться стоять то взрывом достает окей по звуку было так как будто что-то выжило и я не взорвал ничего окей ну ладно можно взорвать снизу конечно это все то есть выйти на улицу там очень сложно попадать а на ту платформу с которой я это все взрывал я сейчас не могу просто собраться потому что я уже спрыгнул оттуда ммм два удара неплохо ну в принципе я не пойду дальше в эту сторону потому что мне там делать нечего там только собаки и и мумии вместо этого я пойду сюда и пожалуй я стану человеком даже оу я не прокачал эстус я мог прокачать эстус но не сделал этого ну ладно пока что наверное хватит ну если если нет то когда умру прокачаю здесь очень хороший грейтсорт самосвет жизни ну а остальные оттуда больше не придет странно мой меч длиннее да блин почему я его не задамажу хочу закрывать дверь я хочу подобрать это большой королевский меч окей а там еще несколько осталось потому что они все оттуда выбежали определенно так что туда не пойду ну и в принципе туда не нужно идти потому что здесь есть удобный шорткат а там нет удобного шортката там наоборот есть решетка которую не стоит открывать потому что если ее открою то когда я прохожу с этой стороны на меня агрится вся вот эта вот толпа которую я только что убил в то время как если не открывать решетку толпа не агрится эм окей то есть вот эта вот решетка тут сейчас двое но так там человек шесть по моему у меня меч почти сломан надо починить на босса мне столько не хватит здесь можно призвать нпс но я не могу этого сделать потому что я в коминанте чемпионов естественно и собственно босс я сделаю вот так потому что эти парни уязвимы к электричеству насколько я знаю ну или по крайней мере я больше урона наносить буду в любом случае но по моему у них именно уязвимость к электричеству ну в общем стражи руин какой я урон по ним наношу так хорошо иметь great sword ау я зря перекатился ладно он спрыгнул это плохо потому что он сейчас запрыгнет обратно и может меня при этом задамажит но нет так теперь что касается этих двоих я хочу подождать пока один из них запрыгнет ударить его пару раз и потом сам спрыгну это лучшая ситуация он ведь не с этой стороны нет он не с этой стороны отлично то есть вот он запрыгивает я могу так сделать пару ударов вернуться ау не увернуться и спрыгнуть как раз в то время когда второй запрыгнет наверх так что это их еще слегка разделяет я зря ударил я рано перекатился окей ну я почти убил двух если убить двух то дальше вообще никаких проблем нет но почти почти это нехорошо оттуда ближе раз я уже открыл дверь правда собаки вот эти вот было бы удобнее если бы я не открыл дверь здесь вот эти вот ворота ну и эстус мне не понадобится еще один так что я могу спокойно убивать босса и после этого проапгрейдить эстус чувак выдай бочку спасибо чувак ты настоящий друг теперь умри теперь умри упс упс какого хрена почему это собака на его ну в общем достаточно просто идти вперед не надо перекатываться не надо прыгать просто спокойно идти у меня есть еще одна электро обмазка и наверное я ее использую потому что все таки без нее немножко немножко меньше у меня будет урона это не идеально так я бы хотел этих чуваков убить вот так ау я бы хотел их убить этим вообще ну что поделать у лут в смысле от жизни ну я один только что потратил так что это хорошо окей один на один они очень легкие если перекатываться вовремя если не тратить всю стамину что я очень активно делаю парень зачем ты зачем ты спрыгнул ну хотя бы он быстро запрыгнул обратно пока ну ура ну ура ладно все время спрыгивать Ай, души Которые это из них? Ау, не успел перекатиться Я пытался, но нажал чуть позже, чем надо было Ну, эстуса много Окей, этого надо добивать Вот эти вот крутилки, от них очень сложно перекатываться От них можно перекатиться Ну, это очень нелегко Окей, нет, 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 нет Ну, теперь у меня нет электрообмазки Но у меня есть еще куча всяких разных других обмазок Так что это не проблема Так, собаки Собаки, почему вы не там, где я думаю вы находитесь? Это по-два Ну, третий хотя бы Нет, третий тоже согрелось Это вообще по-два Чувак, бочка Ау Не успел перекатиться О, ну, блин Я хочу мачете Ну, я не хочу мачете Я не собираюсь им пользоваться, но все-таки Хотя бы почитать описание Ну и, в принципе, это редкий дроп Не помешает Тут можно, в принципе, пройти Мимо этих двоих, которые наверху лестницы Так что они просто на меня не согрятся То есть пойти сразу к боссу И они будут меня игнорить Может быть, даже стоит это сделать Я думаю, магия будет лучше, чем тьма Хотя, может быть, я ошибаюсь У них щиты очень неплохо блочат Магию и прочее В принципе, вообще все У них щиты очень неплохо блочат Но конкретно, если их убивать магией То, когда они не блокируют Она их прилично дамажит А когда вот они блокируют Дамаг почти не проходит Окей Было бы, наверное, весело Если бы Ковенант Чемпионов Добавлял всякие То есть не просто жизни увеличивал врагам Но изменял их поведение немножко Например, чтобы они тут все сразу трое агрелись Или еще что-нибудь подобное Хотя тогда я бы долго здесь сидел Со щитом Не проблема, наверное А, не попал У меня не было стамины, чтобы перекатиться Ладно, я спрыгиваю Не вовремя я ударил Потому что я ударил Потом я не смог перекатиться от атаки И потом, поскольку я спамил перекат Что не нужно делать Я не смог увернуться от следующей атаки То есть я попал под следующую Слишком рано перекатился Ненавижу этих собак Насколько много весит лук Да, я могу его использовать Ну, я не могу его использовать Но я могу его взять и Не иметь перегрузки Так быстрее И проще И безопаснее Упс Хм, я не подобрал свои души Ну, в принципе, пофиг Там немного Там что, пара тысяч было Почему я не забираюсь быстро? Наверное, потому что я наркоман Магическая обмазка тоже кончилась Мейсы тут были бы очень крутыми Пока Остальные от этого не агрят Сотей Где он? Блин Я ненавижу это их запрыгивание Потому что Стоп, почему я так плохо перекатываюсь? У меня же нет перегрузки с луком В общем, я ненавижу это их запрыгивание Потому что они могут запрыгнуть В двух разных местах И у них охрененное АОЕ при этом 68 Странно Мне показалось, что у меня фатроу был Но, видимо, это потому что По мне попала атака в этот момент Собаки Все еще собаки Окей Окей На дверь падать Это очень плохая идея Оттуда Можно в теории попасть Дальше Но это очень сложно То есть Лучше не попадать в дверь В принципе, я могу просто Все игнорировать И добежать туда, наверное Попытаться Раньше получалось Собака Перестань блокировать мне путь Ну, куча урона, конечно Но все-таки Иду уже за собаку Которая спрыгнула в пропасть Безопаски сильно хуже Но все-таки Не тратить всю стамину Один перекат хотя бы оставлять Окей Минус один Запрыгивай быстрее Что ждешь Два удара можно было бы, наверное, сделать И не перекатываться после этого Я был достаточно далеко Чтобы эта атака До меня просто не достала Так, ладно, парни Я пойду отсюда Слишком тесно Кто ты из двух? Ты из двух не задамажен Ну, в принципе, там разница в один удар Да, блин Ну, ладно Хватит прыгать Упс Упс Вот это вот уже Нечестно Я нажал перекат один раз Когда получал урон И перекат случился после этого То есть он как бы В очередь встал И Сделался Как только я смог его сделать Когда он уже нафиг не нужен Окей Надо ли мне лечиться вообще То есть если меня не убьют Стражи С одного После того, как я спрыгнул Сюда То лечиться как бы и не надо Упс Нет Ненависть Надо съесть человечность Чтобы такой фигни не происходило Ну и так же действительно Надо лечиться Чтобы такой фигни не происходило Ну, конечно Я вылечился И все равно Такая фигня происходила Но это потому что У меня человечности Не было Если бы я выжил Я бы, по крайней мере Мог внизу что-то Попытаться сделать Скорее всего Я бы умер в итоге Хотя Первый был почти мертв Я бы, возможно Успел его добить До того, как остальные Подошли бы Они успели бы спрыгнуть В любом случае Ну, хрен с ними На-на Да, блин Это не та сторона В которую я хотел Перекатиться Окей Сейчас у меня лог Хотя бы не пропадает Так что я знаю Что он туда запрыгивает Ну, он в принципе Вроде как всегда Оттуда запрыгивает Но вдруг Не успел перекатиться Ну Окей Это хорошо Это возможность Еще один дар Халявный сделать И спрыгнуть И выпить эстус Почему они спрыгивают С той стороны Окей Капитан Америка Нет Крутилка Я не умею Перекатываться Открутилки Ее можно легко Заблочить Но Не Не Грейтсордом Я начинаю Ненавидеть Этого Босса Ну Сейчас У меня больше Не Ну Я могу Пойти Конечно В Как она Называется В Рощу Там Свои Проблемы Наверное Следующим Левелапом Я на все Души Прокачаю Себя Жизнь Потому что Ее не хватает Не уверен Что это поможет Скорее всего Нет Ну то есть Урон Прибавится Но я даже Не знаю Есть ли Разница В количестве Ударов Которые Мне Нужны По-моему Нету Я слишком Рано Перекатываюсь От этой Атаки Я всегда Либо Крутилка Либо Вот Эта Атака От которой Я слишком Рано Перекатываюсь Снова Окей Мне Надоело Упс От некоторых и так всё-таки лучше перекатываться Эм, как насчёт умереть? Ударь Ударь Ударь, я тебе говорю Да Да Нет, какого чёрта крутилка на этой платформе? Они не должны этого делать Окей, менее живучи спрыгивают первым Вроде бы Вроде бы Да Да Окей, это хорошо Это нехорошо Не успел перекатиться Я мог бы перекатиться или попытаться заблочить Заблочить это не вышло бы, то есть они бы меня убили Это просто ваншот двумя этими Молотками их сразу Не надо бить по два раза Но это уже намного лучше Со щитом Они сильно проще Почему на лестнице нельзя менять эквип? Особенно такой эквип, который не эквип, а на поясе всякая фигня и... Всё тому подобное То есть вот эти вот быстрые салоты Одной рукой, наверное, немножко больше смысла обмазывать Ну, в смысле, если я использую оружие одной рукой Хотя не знаю, есть ли вообще разница Как насчёт попадать? Я зря ударил Нет, нормально Пока Ну Ну Еще удар. И я сваливаю, чуваки. У меня остался лог. Это неплохо. Ау. Как насчет не сзади меня падать? То они постоянно спрыгивают с одной и той же стороны в одном и том же месте, то внезапно сзади меня. Хорошая идея. Обмазка кончилась. Если бы второй в этот момент что-то делал. Окей, две крутилки. Они очень любят почти синхронно все делать. То есть один делает выпад, второй подходит и тоже делает выпад. Они как бы хотят сделать по выпаду каждый, но из-за того, что они в разных местах, они как бы не синхронизируются, а просто один подходит и делает одно. Второй делает то же самое, но только когда он уже подойдет. Окей, один на один. В принципе, одноручная силовая, да может, так же, как двуручная слабая, по-моему. Ну, нет, послабее чуть-чуть. Но оно безопаснее. Не зря я перекатился вообще. Окей. Душа Стража Руин. Куча душ, которые я потрачу на левел. Душа Стража Руин. У Стража Руин нет телесной формы, это всего лишь дух, вселившийся в доспехи. Душа Стража Руин, созданного тюремщиком. Каким тюремщиком? Не ясно. Вообще, Вендрика вроде как создал, потому что они в его замке. Целых шесть штук? Пять штук? Я не помню. По-моему, шесть. Нет, точно не шесть. Пять. Так что, наверное, Вендрика их создал. Ну и у Вендрика есть возможности создавать такую хрень. Ну окей. Тогда, наверное, на этом можно и закончить. В следующий раз я буду допроходить Бастилию и пойду... Наверное, убью Грешницу сразу. Почему нет? Но это в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok